Привет, у меня много разных устройств для умного дома накопилось, и с вашего позволения я вот такими небольшими видео их, собственно, решил освещать. В этом видео рассмотрим вот как раз таки вот это вот устройство, это Sonoff ZB Mini Extreme. Это реле для встраивания подрозетник, оно работает по Zigbee и не требует нуля. У меня несколько разных реле в подрозетник, и вот как по мне, это, наверное, самый лучший вариант. В комплектации здесь, собственно, само реле в подрозетник и еще инструкция к нему. Больше здесь ничего нет. И вот как видите, реле еще само где-то в два раза меньше, чем коробка. Инструкция, в отличие от других устройств такого типа, здесь может быть полезная. Здесь как раз таки приведена схема подключения данного реле к выключателю. Смысл какой? Это реле служит для того, чтобы ее встроить в подрозетник, а именно в подрозетник, где у вас обычный выключатель, и сделать из обычного выключателя умный выключатель. И вот как раз здесь схема представлена, как подключить данное реле к выключателю клавишному, либо к переключателю, к обычному выключателю, который мы, собственно, везде используем, который есть в положении у него вкл и выкл. И вот как раз вот этот второй вариант я и буду использовать, я буду делать обычный выключатель умным. У меня есть такой выключатель на ванну, я решил его туда встроить, чтобы сделать выключение умным. Вообще это реле, конечно, выручает в этом плане. Если у вас, например, выключатели какие-то там с подсветкой, с определенного цвета под ваш там интерьер, да, и вам не хочется умный никакой ставить, потому что интерьер весь попортится. Вот как раз вот это реле, оно маленькое, в подрозетник встраивается за выключатель, подключается выключатель к нему, и у вас умное зигби устройство, умный выключатель получается. Еще обратите внимание, что у этого устройства всего лишь одна кнопка. Эта кнопка служит для того, чтобы устройство в режим сопряжения ввести, служит для того, чтобы включить-выключить реле, например, можно на него нажать. И еще, если три раза нажать подряд, то вводится в режим либо под клавишный выключатель, либо под переключатель. Вот в зависимости, если у вас неправильно работает выключатель, то надо нажать на нее три раза, и, собственно, режим у вас переключится, и, в принципе, сможете либо с клавишным, либо с переключателем работать. По характеристикам устройство работает от 220 вольт без ноля, и максимальную нагрузку на себе может держать 6 ампер. Поэтому я не знаю, какие кейсы можно использовать с ним, кроме как освещением управлять. Так как у меня есть еще несколько реле, которые должны встраиваться в подрозетник, вот решил с ними сравнить размеры именно этого реле ZB Mini Extreme. Вот сейчас на вашем экране первая версия от компании Sonoff. Она работает по Wi-Fi, и она требует нуля, подключения нуля. А в подрозетник к выключателю всегда ноль заводить, это очень сложно. И вот обратите внимание на размеры. Sonoff Extreme, она меньше, уже, и, ну, то есть по ширине, по высоте, по глубине, она везде выигрывает, то есть она реально прям меньше, ну, чуть ли не в два раза. Еще есть туевская реле в подрозетник. Когда ты покупал на распродаже за 100 рублей, там, за 180, значит, оно поменьше будет, чем первая версия Sonoff. Тоже работает по Wi-Fi, тоже требует подключения нуля. Есть в колодке место для подключения выключателя. По размерам оно по ширине одинаковое, по высоте чуть меньше, а по глубине больше, чем первая версия от Sonoff. Глубина в подрозетнике, это решающий фактор, поэтому не факт, что оно куда-то там зайдет. Ну и после сравнения с первой версией ZB Mini Extreme, даже сравнивать, в принципе, нет смысла, она тоже и по высоте, и по ширине меньше, и по глубине тоже меньше. И еще не требует нуля, это прям очень круто. Ну и чтобы видео было немножко поинформативнее, решил показать, как, собственно, в подрозетник подключить данный реле. Вот у меня был выключатель, я его снял, ну и что у меня тут остается? У меня к этому выключателю два провода подключены, которые, собственно, этот выключатель замыкает. Вот мне нужно сейчас открутить два ушка, это по бокам самые большие болтики, тем самым я ослаблю сам выключатель в подрозетнике и смогу его вытащить. Постарался это сделать аккуратно, я не выключал питание, у меня, собственно, под напряжением, он 220 вольт на него приходит. Далее откручиваю отверткой два болтика, которые держат в колодке непосредственно сами провода, которые замыкаются. Вот один из них под напряжением, а второй идет уже на светильник. Ну и вот, собственно, остается два провода оголенных, да, это фаза, ноль здесь не нужен. И вот здесь у меня как раз и есть две контакта, это L-in и L-out. Ну и вот один провод подключаем к L-in, а второй провод к L-out. Ну и вот как я только провод подключил второй, сразу у меня загорелся светодиод и он начал моргать, так как реле в режим сопряжения сразу вошло. Теперь осталось подключить выключатель непосредственно к реле. У него тоже у реле, как видите, два контакта и у меня было два контакта на выключателе. Поэтому я беру отдельные кусочки провода, подключаю их к колодке самого выключателя и потом эти два провода в любом, собственно, порядке, неважно, подключаю к контактам S1 и S2 самого реле. Ну и остается обратно выключатель поставить. После того, как выключатель поставил, теперь я сразу проверяю, включается ли выключается свет. Как видите, при нажатии на клавишу у меня загорался светодиод на реле. После того, как удостоверились, что все хорошо работает, обратно накладку прикручиваю и вставляю кнопку. Ну и после этого, вот видите, свет сейчас включается, выключается без каких-либо проблем. Ну и так как Sonoff сейчас свое устройство ZigBee сразу поддерживает в ZigBee2MQTT, я решил не париться и сразу добавить его туда. Не добавлял в Evalink. Устройство сразу подтянуло картинку, версию прошивки написало. Но почему-то это конечное устройство. Как роутер его использовать нельзя. Из того, что умеет реле. Ну естественно, умеет включаться, выключаться и умеет запоминать состояние после отключения питания. То есть у нас мы тут выбираем либо оно будет выключено, либо включено, либо переключается, либо предыдущее состояние. Ну и конечно уровень сигнала еще показывается. Давайте переведу на русский, чтобы было понятнее о состоянии. Вот он выключенный, включен, переключатель, либо предыдущее состояние. Ну по сути вот и все, что хотел про него рассказать. Я покупал это реле для того, чтобы заменить мой выключатель, точнее выключатель, сделать умным без замены его. Ну и заодно решил вот снять видео. Может кому-то будет в чем-то полезным, в чем-то интересным. Что могу сказать про это реле? Реле на самом деле, ну по сравнению с другими, реле в подрозетник классный. Я на самом деле не видел у Туи, есть ли у нее вот такие реле в подрозетник, без использования ноля. Вот у Санов, вот это только вот в Zigbee устройство. Здесь как видите ноль не нужен, в подрозетник встраивается, оно небольшое. После этого отлично работает, и у вас вот старый выключатель, скажем так, становится умным. Есть режимы для переключения на клавишный выключатель или на обычный. Запоминает состояние после выключения питания, что еще собственно нужно. А вот смотрите его размеры по сравнению с вообще датчиком открытия двери, Zigbee, который тоже считается маленьким. Так что если вы рассматриваете какое-нибудь такое реле, чтобы сделать свой выключатель умным, то советую обратить внимание на это устройство. Сейчас вот озвучиваю видео, но на самом деле пользуюсь им уже где-то три недели. И за три недели у меня нареканий на него нет. Ссылочка на устройство будет в описании под видео. Пишите в комментариях ваше мнение по вот такие вот реле в подрозетник. Какие вы считаете лучшими? Может быть я просто, ну скажем так, не все видел, да, есть какие-то еще лучше. Поагитирую вас подписаться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Ссылочки тоже в описании под видео. Переходите, подписывайтесь. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok